В учебных классах пожар распространяется со скоростью полтора метра в минуту, в коридорах до пяти. При горении мебели и бумаги в воздух выделяется оксид углерода, который является смертельным, если вдыхать его более пяти минут. Вот почему при пожаре нужно действовать быстро. Внимание! В одном из помещений произошло задумение. Просьба без паники спать в помещение, пользуясь всем местным властям и табличками. По сценарию учений пожар возник на втором этаже 57-й школы. Замкнуло проводку в актовом зале и огонь охватил сцену. После срабатывания тревожной кнопки пожарные прибыли в течение 10 минут. В это время все дети уже были во дворе. На случай пожарной тревоги у руководства школы есть четкий план действий. Согласно плану эвакуации, выводим на улицу, считаем детей, отдаем рапорт нашему директору о том, что все дети эвакуированы. Чтобы не допустить паники, нужно четкой организации, постоянной беседы с учащимися о мерах безопасности собственной, личной. Это проведение тренировочных пожарных эвакуаций, не менее, на мой взгляд, одного раза в четверть. И это, конечно, полный противопожарный инструктаж, который, я думаю, ведется в каждой школе. Такие учения проводятся несколько раз в год. Мальчишки и девчонки с интересом следили за действием пожарных, хотя и без того четко знают, как вести себя в экстремальной ситуации. Но оказалось, эвакуировались не все. По легенде, на третьем этаже кто-то застрял в ловушке из дыма и огня. На земле раскатали рукава, с помощью автолестницы спустили вниз пострадавшего. В здании школы спасатели обнаружили еще нескольких человек. Троих, надышавшихся дымом, выбили в спецмасках к машинам скорой помощи. Человека без сознания транспортировали на носилках. Пока одни пожарные занимались пострадавшими, другие укращали огонь. Спасательная операция заняла менее пяти минут. Обязательно должны быть такие проверки, потому что если их не будет, то в экстренных ситуациях мы не сможем правильно отреагировать и будут потери. На данном учебно-методическом сборе мы рассмотрели актуальные вопросы о поддержании вопросов пожарной безопасности на соответствующем уровне. Рассмотрели вопросы об учении персонала, чтобы в случае возникновения нештатной ситуации, в случае возникновения пожара, объекты были готовы. В учениях были задействованы 13 машин спецтехники и 58 пожарных. Эвакуировано 570 человек. Не допустить трагических последствий в случае реального возгорания – главная задача таких тренировок. Елена Нижегородцева, Николай Сидоров. События.